Я благодарен, знаете, за что? Дух Святой иногда обличает, и мы можем слушаться. Когда мы уперты, то мы уперты навсегда. Это плохо. Я специально наделал свой халат бухарский, как на праздник Пурим. Моё послание сегодня ко всем вам и к себе, особенно к гостям, которые вы к нам пришли. Добро пожаловать. Спасибо, что присоединились к нам. На самом деле, может быть, вы ожидали, как и в любой еврейской мишпахе будет балаган. Маски, шоу нам не нужны. Но я хочу сказать, что в любой общине, в любом народе, если мы почитаем Бога, то всё мирское, всё то, что мы заимствовали от наших, можно сказать, привычек, должно меняться. Пурим – это не только переодеться в Эстер, Мардахая, когда мы называем имя Амана, покричать, постучать, закричать. Вы знаете, я очень рад, что мы в этом месте и сейчас находимся в этом здании, и мы не празднуем типичный Пурим. Надо когда-то кинуть вызов всему того, что мы привыкли. Мы должны менять себя изнутри, чтобы мы сияли. И я хочу сегодня сказать о Пуриме, но немножко в другом контексте. В прошлый раз, кто был на собрании в прошлом здании, я говорил о послании о непостоянном человеке, о том пути человека, который меняется во время его жизни. И на основании 22-го псалма мы как раз говорили об этом, что Бог не благоволит к людям, которые не устойчивы или же не тверды в своих путях. Слово, помните, твердый означало на греческом больше как пьяный. Пьяный не может разобраться, куда идти. Он не тверд в своем направлении. Когда мы в Боге, мы всегда должны направлять свои стези к Нему. И вот когда я думал только об этом псалме, вдруг я вспомнил, что у нас накануне Пурим. И мы и Пурим, как мы знаем, праздник победы над унижением в первую очередь, над злым планом Амана. И вот я подумал, а почему бы не нет? Почему бы не прочитать псалом Давида 22-й, знаете, как кстати к тому, что происходило с Израилем? И я назвал это Пурим в смертной тени. Пурим в смертной тени. Знал ли, кто тогда, чем все закончится? Знал ли народ Израиля в те времена, которые жили они в Ассирии, чем закончится приговор Амана? Нет. Знаем ли мы, чем закончится в нашей жизни все то, что происходит в нашей стране, особенно на Востоке? Знаем ли мы? Можем ли мы как-то предугадать? Можем ли мы прогнозировать то, что будет через неделю, через две? Не знаем будущего. И когда мы не знаем будущего, у нас появляется чувство уязвимости. И если мы знаем будущее, мы можем знать его только от того, кто делает чудо. Если мы хотим что-то, мы хотим, чтобы что-то произошло, тогда только мы должны знать того, кто делает чудеса, и сверхъестественно становится естественным. Хочу прочитать 22-й псалом, только четыре стиха. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня в злачных пажетях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». И вот эта фраза, «Если я пойду долиной смертной тени», эта фраза так и норовит, на самом деле, ворваться в нашу жизнь и стать частью нашего бытия. Чаще всего, когда мы читаем этот псалом, мы переживаем что-то, что как будто мы каждый день проходим долиной смертной тени. Знаете, я думал над этим. И в действительности Бог Он, Бог долин. Он с вами в этой долине. Он был с Израилем, когда Он проходил через Пурим. Он был в ситуации, когда у вас были трудные отношения или же какие-то переживания, «Если я пойду долиной смертной тени, ты со мной». Долина смертной тени – это метафора? Может быть. Но чаще всего, когда мы говорим о смертной тени, мы сравним это с безысходностью, с болезнями или тяжелыми обстоятельствами. Правда? Может быть, это и так. Но если царь Давид писал об этом, значит, он ее проходил. Значит, где-то, в каком-то месте это было то состояние, где он говорит, «Я пройду долиной смерти, потому что ты со мной». У хорошего полководца всегда ассоциация долины с двумя вещами. Если армия в долине, она уязвима, что это опасное место, сверху можно поразить всю армию. Правда? Поэтому Давид говорит, «Если я пойду этой долиной смертной тени, где опасность ждет меня, я не убоюсь зла, потому что ты со мной». Но также и долина смертной тени, она похожа на место укрытия, безопасности. И если вы были в Израиле, особенно летом, ты понимаешь, что нужно найти маленькое место, чтобы укрыться от того зноя или знойного солнца, который палит голову твою. И как раз долина может быть тем местом, где ты укроешься от палящего солнца. Это может быть местом твоего оазиса. Это может быть местом, когда ты можешь беспрепятственно или же невидимо подобраться к врагу. Долина не только то место, где люди погибают или какие-то ситуации происходят. Долина – это еще место, где происходит много позитивного и, знаете, вот скажу, победоносного в твоей жизни. Пурим – это праздник, в котором все то, что я сказал, открывается. Это страх погибнуть, это место укрытия. Пурим – это то место, которое мы незаметно и переходим от засады в атаку. Пурим – это защита в знозный день. Знаете, когда я пишу, вот я сейчас пишу, готовлюсь с братьями к защите нашей магистрской работы. Тему, которую я избрал, она открывает многие аспекты Божьего бытия о Боге вообще. И когда я расследовал, мне понравилось одно выражение, и мы это часто очень используем, особенно евреи. Они говорят не просто Бог, Он говорит Всевышний. Когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим о том, что где-то есть Бог Всевышний, где-то там, где-то в космосе растворенный. Но в древнем Израиле они говорили, Он не просто Всевышний, Бог в высотах. Он Бог высот. Он то, кто, как Давид говорит, откуда придет помощь моя? Я поднимаю очи мои горам к высотам, откуда приходит помощь моя. И Бог высот. Именно называется, что Он Бог высот. Когда я так думал, я думал, интересное место, потому что ведь Бог не только Бог вышних. Он Бог и Низин. Он Бог и наших обстоятельств. Он Бог всего. Он сотворил всю землю, сотворил нас по подобию своему, и Он хочет нас приблизить к Себе. Вот интересная история с царем Ахавом произошла, когда царь сирийский с другими 32 царями пришли воевать против Ахава. Произошло чудо. Бог поразил это большое общество врагов. Через год царь сирийский вернулся, чтобы опять сразиться с Ахавом. Вы знаете, Он пришел уже с другой тактикой. Эту тактику я вам прочитаю. Третья книга царств, 20 глава, 23 стих. Слуги царя сирийского сказали Ему, Бог их есть Бог гор, а не Бог долин. Поэтому они одолели нас год назад. Если мы сразимся с ними в равнине, то верно одолеем их. Армия сирийского царя сильно впечатлялась. Настолько сильно они пришли, чтобы захватить Израиль и победить Ахава, что в эпитетах, или, можно сказать, в выражениях кто-то писал, он не боялся выражений таких. Я почитаю дальше. «Собраны были сыны Израиля», 27 стих. «И взяв подовольствие, пошли навстречу им». То есть израильтяне пошли навстречу сирийской армии. «Расположили сыны Израиля станом перед ними как бы два небольших стада коз, а сириане наполнили землю». Вот представьте себе этот момент. они пришли воевать и как два стада коз рассеянных, а долина вся была усилена сирийцами. Враги пришли. Враги пришли уничтожить Израиль. Знаете, мы все из вас проходим эти ситуации. Вот это то, что мы видим в нашей жизни. Трудности, переживания, нам иногда не сулит это все победой. Мы смотрим на все, что происходит вокруг нас, и мы теряемся в догадках, как нам в этом выжить. Все бы ничего, но сравнения были очень великие. Мы с вами в наши дни, как во дни Ахава и Эсфири, стоим перед выбором в надежде. Эта надежда не просто на совпадение, что вот так произошло, вот так это случилось. это чудесное избавление. Мы стоим перед выбором верить в того, кто может это изменить или не верить. Но чтобы поверить в невозможное, нужно встретиться с врагом, которого без счета. Бесчетный враг. Войдя, увидя перед собой, знаете, какую армию? 150 тысяч человек. Когда они увидели эту армию, что они думали? Кто-то сказал, капец. Вышли, сказали, все, все понятно теперь с нами, что с нами будет. Тех евреев, которые не поклонились Аману и узнав об указе уничтожения евреев, о чем они думали? Когда перед нами, перед нашей долиной смертьной тени мы встаем, что мы думаем перед тем, что мы видим? Ответ очень интересный. Подошел человек Божий и сказал царю израильскому, так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин. Я все это большое полчество передам в руки Твои, чтобы вы знали, что я Господь. Господь и гор, и долин, я Господь всего. И стояли станом одни против других семь дней. Седьмой день начался битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч человек пеши. Небольшая группка, которые были похожи на стадо коз, вдруг побеждает сто тысяч человек одним махом. Услышите, Пурим это выход, это победа, но чтобы пройти, нужно пройти через долину смертной тени. И Давид говорит, я не убоюсь зла, потому что ты со мной. Этот пример, он говорит о победе евреев над врагом, и не только. Это слово, которое произошло, исполнилось для народа Израиля, и потом оно исполняется для Мардыхая и Исфири. Это слово мы пронесли через Освенцум. Мы победили. Другими словами, нас хотели убить, мы победили. Нужно жить по-новому. Через вот эти слова, которые я почитал, что Бог будет защитой нашей, мы прошли через сталинализм. Наши родители, через трудности, вера, в концлагерях, в изгнании, мы прошли через сталинское время. И я вам скажу, что эти слова, которые сказал пророк, они сбудутся и в наше время. Эти слова нам нужны. Слова пророка живы на сегодняшний день для нас, чтобы мы имели твердость и уверенность в будущем. Так говорит Господь за то, что сириане, за то, что этот мир говорит, что Господь есть только Бог гор, а не Бог долин, я все большое полчество передам в руки твои. Другими словами, если они говорят, что нет Бога, или это только ваш Бог, у нас совсем другие обстоятельства, у нас другие Бога, Бог говорит, потому, что они не говорят так, как нужно говорить, все будет по-другому. Римлян 8 глава 32 стих, тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего. Если я пойду долиной смертной тени, если мой Пурим проходит через долиной смертной тени, я не убоюсь. Да, мы можем сказать, что долина это метафора, метафора сложных ситуаций, безвыходных обстоятельств, это неисправимые события, безнадежное состояние. Да, мы можем сказать в своей жизни, что долина смертной тени не меняется, трудности, которые у нас есть, но, дорогие, дорогие мои, Бог говорит, я Бог долины. Наш Бог, это не только Бог, когда мы победители, когда нам хорошо, когда мы успешны, когда мы здоровы, нам тогда хорошо хвастаться, нам приятно сказать, о, меня Бог исцелил, о, у меня есть самые прекрасные успехи в бизнесе, потому что я верующий, у меня есть такой Бог. Слушайте внимательно, Он не только Бог, когда мы на высоте, Наш Бог, Он Бог долины, Твоей жизненной долины, Он с тобой там, когда ты проходишь эти трудности, Он рядом. Если быть откровенным, честно, то вся наша жизнь создана из долины. Мы все проходим долину смертной тени. Каждый день, как в фильме говорилось, умираю семь раз на дню. Семь раз. Мы все проходим эти трудности. Да, может быть, несколько раз в жизни у нас происходят удивительные вещи. Мы восходим на вершину, на вершину успеха, на вершину власти, вершину финансовых независимостей. Мы восходим на вершину, где мы спокойно рассматриваем свою жизнь и начинаем планировать. Но, друзья, на самом деле, в реальности мы живем в долине смертной тени. Всегда. только приходят такие моменты, где Бог позволяет нам выйти вперед, посмотреть на горизонты и посмотреть, как Он велик. Но почему я говорю об этом? Пурим – это праздник, который сильно проявляется Господь, наш Спаситель. Он показывает, что пройдя долиной смертной тени, всегда будет выход. На самом деле, события, которые описаны в книге есть фильм, можно рассматривать в два этапа. Два Пурима, как говорят иногда, у нас есть какие-то один, но двухэтапный. Один – это первый указ от царя, чтобы евреи могли защищаться. Мало того, и почитай интересную там фразу, когда дана была власть или же разрешение защитить себя, не отменить, друзья, не отменить указания. Царь не мог отменить то, что уже было им утверждено. Он сказал, я не могу отменить это, но я даю вам другое, я даю вам власть защищаться. Ишуа говорит, я оставляю вас как овец среди волков. Мог ли же Ишуа все изменить? Одним словом, сотворил весь мир и мог ли все изменить? Но он говорит, то, что происходит, тому, что быть, не миновать, но я даю вам власть наступать на всякую вражью силу. Он говорит, я даю вам власть, друзья, отменить указ, отменить то, что происходит, атаки, всевозможные давления в вашей жизни, я не могу, но я даю вам власть, чтобы ваша власть была твердой, ваша вера была сильной. Первый этап, как я уже говорил, во время месяца Сиван. Иисфир, 8 глава, 17 стих. Во всякой области и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его был, была радость у иудеев и веселились. Пиршинство и праздничный день. Смотрите, следующий, и многие из народов страны сделали с иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. что делать? Что делать? Мы тоже каким-то боком, да? Ты еврей, а я не смог, но каким-то образом мы договоримся. Вот здесь интересный момент, что на самом деле прообраз другого. Ишуа, умирая на кресте, примеряет людей. Примеряет, многие люди, осознавая, что в этом мире можно победить только с Богом, что мы спасены кровью, Ишуа, и Сигавет, и я готов, и я хочу принять его спасение. На самом деле указ, это была как первая часть, но люди радовались, потому что они знали, что победа совершится. Вторая часть в завершении этого Пурима уже происходит в другом месяце, в месяце Адары. Как бы двойное состояние, когда евреи уже вошли в свой Пурим, именно в свое искупление, в свою свободу. Мы так же, как и тот народ, как и в то время, мы проходим этот путь, мы еще не достигли свободы, которую мы хотели бы, но нам дана эта свобода через кровь и спасение, через Ишуа Мессию. Нам дана, еще не совершилась, но уже сделана. Поэтому в 12 месяц, то есть в месяц Адар, 30-й день, день его, которые пришли, пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеи взять власть, над ними вышло наоборот. Когда дьявол хочет уничтожить свой народ, вернее, Божий народ, который был его когда-то, да, когда дьявол хочет давить на вас, когда вы оставили все свое прошлое и надеясь на то, что уничтожить нас, происходит наоборот. Происходит наоборот, потому что у нас есть победа, у нас есть перемены. Точно так, как в Пурим прошлый, мы сопроходим этот Пурим сейчас. Каждый, кто подчиняет себя новому указу царя, царей, будет иметь победу. Ишуа гарантирует эту победу. Поэтому мы должны склонить нашу, не должны склонять нашу голову перед Аманом и его тенью. Мы должны мыслить о себе, как о тех, кто имеет в себе силы выйти из-под тени смерти Амана. Приговор может быть подписан царем или же князем этого мира, но у нас есть право защищаться, у нас есть право победы через кровь Ишуа Мессии. В заключении хочу сказать простые слова. Что важно помнить в одни праздника Пурим? Очень просто. Нас хотели убить, мы победили. Теперь нужно жить по-другому. Не просто покушать, теперь нам нужно жить по-другому. Иначе нельзя. Дьявол хотел нас убить. Ишуа спас нас, мы подчинили себя Ему. Нам нужно жить по-другому, иначе не получится. Я несколько хочу вещей сделать. Какой бы ни была ваша долина смертной тени, какая бы она ни была, потому что чаще всего мы думаем о том, что это проблемы, это ситуации. На самом деле страх. Когда мы говорим о долине смертной тени, неизвестной, неиспытанной раньше, страх нас пугает. Я задам вам несколько моментов. Что такое тень? Что такое тень? отражение света. Услышите? Я пойду долиной смертной тени. Нас пугает тень. Когда-нибудь видели тень от грузовика? Нет? От троллейбуса? Краем глаза ты же замечаешь, что-то едет на тебя. Страшно? Или нет? Скажите, а кто из вас был раздавлен тенью когда-нибудь? Грузовиком то да, можно попасть под колеса грузовика или троллейбуса, трамвая можно, если не успел уйти. А кто-нибудь погибал под тенью грузовика когда-нибудь? Я хочу вам дать несколько радостных ответов. Хочу сказать очень просто, что тень всегда больше, чем реальность. Тень может нас напугать, но повредить нам не может. Тень на самом деле бессильна, но мы боимся ее. Самое большое откровение, которое вы можете сегодня получить о долине смертной тени не только то, что Бог с тобой там, а еще одну часть. Долина смертной тени это то, что без света невозможно увидеть тень. Нас пугает с вами тень. Если мы замечаем в нашей жизни тень, значит в этой жизни есть и свет. Потому что если бы не было света, не было бы и тени. услышите, если вам кажутся трудности, проблемы, ситуации, которые нерешаемы, вы видите тень, смертная тень, знайте, что есть надежда, есть свет, который в вашей жизни светит. Нужно только сделать несколько вещей. Нужно к нему повернуться. Если я вижу свою тень, и я понимаю, что это меня напрягает ситуация, нам повернуться нужно от тени, к тени нужно повернуться спиной, а к свету лицом. Иоанна 1 глава 5 стих. И свет в отме светит, и тьма не объяла его. Говорит, обрешула о Боге, о надежде. И Псалом 111. Во тьме восходит свет правды, благ он и милосерд, и праведен Бог. К нему нужно повернуться к лицам, чтобы он осиял наше лицо. Сияние его славы. Мы увидим милость и благость его. Как справиться с тенью? Как я уже сказал, нам нужно повернуться к страху спиной, к Богу лицом. Исайя 58, 10 говорит, «И отдашь голодному душу твою, напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как в полдень». Когда мы начинаем служить друг другу, когда мы начинаем помогать, когда мы поддерживаем друг друга, мы что-то можем изменить. Для того, чтобы победить свой страх, каким бы он ни был, нам нужно повернуться к Богу. Иисфирь сделала призыв, она сделала этот призыв, сделала его к всему народу. Я думаю, как и сегодня призыв многие служители, пасторы, раввины, делают к нашему народу, к нашему правительству. Чтобы не бояться будущего, нам нужно повернуться к Богу. Она повернулась к народу и сказала, у нас, перед нами долина смертной тени, перед нами пурим брошен, жребий брошен, мы отданы на смерть. Но что нужно сделать? Потому что для Израиля светом был единый Бог Израиля. Только он становится надеждой. И она говорит, пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими буду так же поститься, потом пойду к царю. Хотя это против закона, и если погибну, погибну. Другими словами, есть рецепт, если ты проходишь долину смертной тени, это твой пурим, пурим смертной тени, что бы ни было это, повернись Богу, испытай, насколько он благ, насколько он милостив к нам, мы должны повернуться к свету в надежде. Иешуа говорит, он есть свет. Опять говорил Иешуа к народу и сказал, я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет видеть, будет иметь жизнь вечную. Кто из вас не хочет иметь жить вечно? Ни одного? А кто хочет жить вечно? Каждый из нас. Есть ответ для нашей жизни. И 1 Иоанна 1,5 говорит, и вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Мы должны повернуться к свету. Господь уже нас предузнал, Он уже видел нас, Он уже дает нам помощь вот сейчас. В этом мире мы проходим через Пурим, через долину, и мы имеем победу. Когда люди увидят, что мы тверды, и мы не боимся идти этим путем, они всегда будут привлекаемы нашей смелостью, нашей надеждой, нашим упованием. Тогда окружающие нас люди, родственники или же наши соседи, которые не веруют в Новый Завет, будут не только опасаться страхом Божиим, но, видя нашу жизнь, они будут говорить воистину, с ними Бог, потому что Бог выводит на свет. В любой долине, всегда, в любой долине приходит конец, всегда будет выход ко свету. И 1 Иоанна 5 глава 20 стих «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Допознаем Бога истинного и добудем в истинном Сыне Его, Ишуа Мессии. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Пурим, наш Пурим, мы проходим эту смертную тень, и если я пойду этой долиной, не убоюсь зла. Друзья, мы не убоимся зла, потому что Он с нами. Я бы хотел, чтобы мы сейчас встали наши ноги. Я специально сделал коротким этим служением мою проповедь по нескольким причинам. Я бы хотел, чтобы мы, во-первых, помолились друг за друга. Я знаю, что есть люди, которые никогда не обращались к Богу с надеждой. Я знаю также, что есть люди, которые никогда не призывали Иисуса своим личным спасителем. Для тех, кто может быть воспитанный в ортодоксальной семье, может, в коммунистической семье выросли, мы в Советском Союзе чуть ли не каждый был атеистом. Давайте мы просто задумаемся о вашей жизни, о вас самих. Сколько раз в вашей жизни были эти долины смертной тени? Сколько раз в этой жизни вы обращались к тому, которого вы не видели никогда, которого не слышали никогда, и который выходил вам навстречу? Может, в самых простых вещах, в самых простых вещах. К молодежи, когда ты не учил, может быть, билеты, и тебе нужно было сдать экзамен, и Бог вышел тебе навстречу. Уже к пожилым людям, когда у вас не было финансов, вы пошли брать таблетки, которые вам нужны, и вдруг вам кто-то его дал либо бесплатно, либо просто кто-то сказал, возьмите, пускай Бог благословит вас. Когда вы, может быть, пошли платить ваши счета, и тут вы приходите, они считают, извините, мы пересчет сделали, и это намного меньше. И вы говорите, как так? Но счета-то тоже долина смертной тени для многих из нас. Сколько раз это было в вашей жизни? Это пурьем, который совершается через долину смертной тени, и хочу сказать, надеющийся на Господа не постыдиться. Это выход, поэтому будем просто открыты перед Богом. Обратимся к Нему и скажем, Господь, насколько Ты был благ ко мне во всей моей жизни, сколько Ты открывал возможностей для меня, сколько раз Ты меня спасал, выйди и в этой ситуации, которая у меня есть. Мне это очень и очень нужно. Давайте просто опустим наши головы. Авинуш башем в эти минуты, когда совершает этот пурь. В действительности мы получили свободу, об этом мы радуемся. Радуемся, что мы когда-то никогда были рабами греха. Ишуа совершил этот путь, он прошел долину смертной тени, вошел в ад, взял ключи смерти и дал нам возможность выбора сегодня. Вечной жизни или вечного поругания. Это наш выбор сегодня. Остаться рабами или стать свободными. Быть уничтоженными или получить силу и власть, наступать на всякую вражью силу. Это наш выбор. Это наша вера. Сегодня Господь своими делами мы ничем не можем доказать есть ты или нет. Своими обстоятельствами мы не можем доказать людям существуешь ты или нет. Но внутри мы пережили исход. Внутри мы перешли эту долину смертной тени. Когда враг хотел нас уничтожить, сколько раз я поднимал голову к тебе, обращаясь и ты отвечал мне. это мой Урим. Мой выход из долины смертной тени. И я прошу тебя, Ишуа, ты спаситель мира. Ты обещанный Машех Израиля, обращаясь сейчас к тебе. Услышь молитву мою. Выйди мне навстречу. Выйди навстречу моих переживаний. Дай мне отвернуться от тени своей, от тени моих проблем и ситуаций, нерешаемых ситуаций. Повернуться к тебе, к источнику света, к источнику жизни. Господь, и поверить, что ты сильный Бог, который изменишь мою жизнь. Победа в имени Ишуа. Нерешаем ни не с нерешем в имени и нерешем . Бог, вот мое сердце, Господь, вот мое сердце бог ты мне нужен ты мне нужен я пройду эту долину сегодня у меня есть вверх у меня есть маленькая надежда эй, но сердце мое, но сердце мое, о сердце мое, о сердце мое, о Бог, говори со мной, о сердце мое, о сердце мое, о сердце мое, о Бог, говори со мной, Исуа Исуа ты возлеств на крест, чтобы дать мне свободу ты и мой пури, ты и мой исход ты и мое спасение и я отдаю тебе мое сердце и говорю тебе гори со мной, о сердце мое, о сердце мое Ишуа, Ишуа, говори, говори со мной, Ишуа, говори. Ишуа, 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 говори со мной, Вот сердце мое, Ишуа, говори со мной, Если вам нужна молитва, независимо от того, что вы проходите, вам сегодня нужен ответ от Бога. Вы проходите в долину смертной тени. Я предлагаю вам выйти вперед. И что бы это ни было, может быть, обращение к Богу первый раз. Простите у Него прощения за все дела, которые у нас были, за то, что произошло. А может быть, это просто крик души, а в ситуации, которая произошла в вашей жизни, я приглашаю вас сюда вперед. Сегодня возможность есть у каждого из нас получить ответ на свои вопросы. Может быть, даже невозможно решение, которое только Бог может решить. Бурим, приказ царя нельзя было отменить. Но дан был другой указ. Указ веры. Указ защитить себя. Указ сделать невозможно. И я прошу не только всех, кому нужна молитва. Я поможу служителей, пасторов, лидеров, домашних групп, служений. Выйти так же вперед, помолиться за людей. Нам нужно это. Нам нужна победа. В этой молитве, которая будет звучать сейчас в песне, пускай так же будет для вас ответ на многие нужды. Возьмите за руки. Возьмите сейчас за руки. Те, кто стоят впереди, возьмите за руки. За вас будут молиться. Но так же возьмите за руки. Ишуа, ты наш ответ. Господь наш пастор. Я ни в чем не буду нуждаться. И если я иду долиной смертной тени, не убоюсь. Говори ко мне. Ишуа. 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 Взываю к тебе. Обращаюсь к тебе с надеждой. Ишуа. 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 Ответь на мои нужды, на ситуацию, на общение, на мои отношения, на мою болезнь. Господь, ответь. Господь, на разрушенные судьбы. Господь, на разрушенные судьбы. Ишуа. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Важно провести это время в молитве. Это наше время. А.Кулакова 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 Важно Важно А.Кулакова Важно А.Кулакова Важно А.Кулакова А.Кулакова Важно А.Кулакова 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 А.Кулакова